Игр будет аж целых 7 штук, из самых моих любимых шанров. Хой, союзники! А также случайные зрители! На связи Shadow Boss! Ммм, ладно. На связи Вотспойгеймер! Он же Вотспойгеймер. А, да. И что же, это разговорный ролик, ведь в рубрике «Рандом» будут добавлены ещё две игры, помимо тех семи, что уже были. Кто тут новенький и не понимает, о чём речь, смотрите видео, которое высветилось по подсказочке. Итак, у нас сегодня с вами на презентации один битамап и одна стратегия. И поверьте, они прекрасны и долгожданны лично мной. Вообще, они изначально должны были быть в этой рубрике, но, однако, дорабатывал некоторые моменты по части рандома в них, а также столкнулся с техническими трудностями на тот момент. Теперь же, я готов вам их предоставить. И да, также бонусом в конце видео я покажу обновление в одной из уже имеющихся игр из списка. Так что смотрите до конца и не вздумайте перематывать время. Вы чертовы повелители времени! Итак, восьмая игра в списке является битамапом. Да, ещё одним. Что поделать? Если такие жанры, как битамапы и стратегии, идеальны для рубрики с рандомайзером. Да и люблю я эти жанры. Ещё со времён зарождения. Ладно, не суть. А суть в замечательной, качественной Team&T Rescue Palooza. Фан игры по черепахам, но с кучей персонажей и локаций. Жаль, за обычных врагов нельзя играть. Но есть же верно. Он лучше мышелова в количестве одной штуки. Поверьте, это к тому, что тут есть как сильные, так и слабые персонажи. Даже очень слабые. Так что господину рандома будет куда разгуляться. А именно, случайный персонаж от одного до четырёх. Так как тут нет компьютерных напарников. Да, мы действительно сможем проходить локации за отдельных персов. Каких нам вызовет рандом на отдельный уровень. Интересно же, кто окажется в паре, троице, в одиночку. Почему четверо? В игре можно играть четвером. Вот и вся логика в игре за одного. Даже мини-сюжет можно из такого рандома составить. Чем я и занимаюсь уже чуть больше года. Да, рубрика «Рандом всегда прав». Также будет рандомиться порядок прохождения уровней. Что прибавляет интерес. А также чрезвычайно скудного баланса очков и бонус уровней в данной игре. Нам будет рандомиться всего... Одна-пять жизней на всю игру. Да, вне зависимости от того, сколько мы их заработаем. А поверьте, тут их можно заработать очень много. Короче, так арткорный. Выбора сложности же нет. В общем, в данной игре я все рассказал. Похлопаем ей как гостью. И пойдем дальше. К девятой игре. Слышите эту музыку? Я тоже. Узнаете? Да это же Stronghold Crusader! Но вы скажете «Стоп!» Она же легкая для профи, даже против 7 ботов на карте. А я отвечу. Рамки. Да, стандартные рамки поведения в игре. Играют для себя в нее так уже года три. А то есть без абьюза механик игры и других хитростей, облегчающих игру. Без изменения скорости игры. Исключение, если вас убили, а союзник все еще жив. Если они у вас вообще есть. Запрет на всякие лабиринты с горючим и так далее. Чтобы не абьюзить механику. Без щитов в обороне на башнях и так далее. Без подкладывания горячих мускулистых мужчин поближе к замку бота. Чтобы запереть тому проход и он сам себя подпалил и так далее и тому подобное. Все кончено, друг мой. Не надо паниковать. Какой ты у нас. Упой. Не надо, не надо. Кончено. Даже закидывать кучу войск на одну башню фичей нельзя. Или атаковать башню, барбакан и стены противника через горячие клавиши. Кучкуя юниты. В общем, вести себя как боты, плюс-минус. Они же с вами так не делают, верно? Это прибавит интереса в геймплей. Да и уже привычка так играть с честью и уважением к оппоненту. Даже если это бот. Не принижайте их. У них тоже есть права. Однажды они вам отомстят. Людишки. Также боты будут улучшены ЮЦП патчем. Начиная от всяких фиксов дыр стронколда и заканчивая типом замков и улучшенным поведением бота. Я даже сам добавил сюда тип замков из GMP мода. Они замечательные. А теперь самое интересное. Ограничения по войскам. Помните первый стронколд и компанию? Так вот. Тут то же самое. Вот весь список, что рандом может запретить мне использовать. Единственное правило, тут должен быть разрешен хотя бы один юнит дайвник. Тут классика на самом деле. Цифра 1, 2. Разрешен юнит цифра 1. Цифра 2, соответственно, нет. И да, если мне, к примеру, запретят инженера, то перечеркивается вся ветка осадных орудий. Игра и выкручивайся как хочешь, воин. Рандому подвергнется даже поведение игрока. Цифра 1 кнут, цифра 2 нейтрал, ну и цифра 3 пряник. То, в каких количествах игрок должен это ставить, варьируется от 5% до 25%. Также рандом касается визуала. А это аватарка, тип орда и цвета игрока. У меня даже есть строчка из аватарок, которую я добавил я сам. Дальше. Рандомная карта, союзники, деньги и тип битвы. Ну вот и всё. На словах звучит кратко, однако минут 20 на подготовку за кадром к одному такому ролику точно уйдёт. Ну и ещё, у меня есть парочка кастомных карт, которые я делал со скуки, расширяя карты из компании Stronghold 1. По поводу Stronghold 1. Будет рандом между европейской версией текстур из Stronghold 1, а также Stronghold Crusader. Вот и всё. Вроде ничего не забыл. А теперь переходим к бонусу. И да, отдельная благодарность каналу UC Space Team и его автору Раджно. За регулярно мужицкий контент по Stronghold поблизости. Да. Я частенько там пишу комменты и смотрю практически каждый ролик. Так что тоже можете зайти. Советую. В принципе, лучший активный канал по Stronghold в СНГ. Да, это Streets of Rage ремейк. Копаясь в модификациях на данную игру, отобрал ещё несколько качественных модов. И они прекрасны. Сидел, выбирал последние два месяца. Итак, где он? Мод на Double Dragon 2. Даже с аркадой есть. Тут два пути для рандомайзера. Но первый короткий. Поэтому после него открывается третий, которому мы обязаны пойти за один забег. Хотел ещё добавить мод Battletoads and Double Dragon, но он оказался зафиксированным. Тут нельзя поменять сложность или количество жизней. Ещё один мод, который будет идти в связке по выборке рандомок Double Dragon 2. Это Double Dragon 3. С NES. Очень качественно сделан, даже upscale пиксели сделали. Чтобы смотрелось органично. А какой тут дождь. Следующий мод, и это Черепашки-ниндзя. Deltos and Time со SNES. Тоже охерительно сделан. Хотел добавить сюда Сеговскую версию. Но там столько недоработок. Короче, оставил только данную версию в кандидаты на обновление. И ещё обновление по части игры. Настройка соперников. Тут много всяких фишек. Не все из них работают в модах. Но можно настроить забавные мелочи по типу подбора еды и так далее. Агрессию врагов трогать не буду. Ведь мы и так меняем сложность в другом пункте меню. Ну и последнее. Теперь можно будет выбирать одинаковую палитру за двух персонажей. Если этого захочет рандом. Естественно. Также, теперь будет добавлено на выбор девятая палитра. Рандомная. Есть правило, что она должна выглядеть гармонично по цветам. Просто рандомить цвета, пока не получится не вырвиглазный вариант палитры. Вот и всё. Спасибо, что смотрели. А я... Монтировать это всё. Привет из прошлого. Такохируито.